Пришло время, я полагаю, покончить с деревней, а это значит, что и с матерью, хотя какая она мать, просто с Мирандой, и с Хайзенбергом, и с Герцогом, и вообще со всеми, с кем только можно, но только, конечно, не с нашей Розой, может быть, нам удастся её спасти, может быть, удастся выжить Крису, может быть, конечно же, выживет наш главный герой Итан. Ох, что ж нас ждёт, что нас ждёт в этом финале, сложно даже предугадать, но отправимся мы туда, на вот этой очень опасно выглядящей махине, которая внушает мне какую-то уверенность, что, возможно, на нашем пути у меня больше не будет проблем с патронами или ещё с чем-то, потому что здесь явно никакие патроны будут не нужны. Мы всё ещё на фабрике, где-то глубоко под землёй, но, судя по всему, сейчас направимся в сторону лифта, там поднимемся и будем двигаться уже в сторону деревни, и, скорее всего, там нас как раз и будет ждать финал. В общем, всё уже ясно, мать Миранды готовится к ритуалу, взяла все колбы с Розой и что-то там делает в своих пещерах, по-моему, мы намерены вместе с Крисом, который теперь работает с нами в одной команде, намерены ей помешать, и, надеюсь, нам также, кстати, удастся выяснить, что случилось всё-таки с МИИ настоящей, которая как раз и притворилась, как мы выяснили в прошлой серии, внезапно Миранда. Окей, нас ждёт беседа с этой не очень хорошей женщиной, беседа, мягко говоря, в кавычках, наверное, правильнее было бы сказать. Мы должны с ней разобраться, и я понимаю Итана, который в прошлой серии заявил, что он хочет убить эту женщину. Его понять очень легко. Мы настрадались вдоволь, и, похоже, нас ждёт теперь действительно последний рывок, впрочем, я думаю, что это будет достаточно длинный последний рывок. Нам ещё явно тут не 30 минут до конца, ещё где-то больше часа, я полагаю, мы будем посещать эти злачные местечка. Надеюсь, больше всё-таки не будет в Африке, потому что она вдоволь мне надоела за последние две серии. Но последний взгляд бросить на деревню будет приятно, особенно сейчас, когда на улице страшная жара почти, кажется, во всей России. Здесь по-прежнему вроде как зима и прохладная ночь. Прохладная ли она будет, на самом деле, мы, конечно, ещё узнаем. Ну что ж, всё, бессмысленно это в дальнейшем откладывать. Давайте садимся за это чудо-аппарат. Я надеюсь, да, это похоже на смесь танка, байка. Ну, в общем, да, вот как-то так. Так, жуткий трансформер. Мы тоже, собственно, видите, можем принимать форму не только все эти боссы, с которыми мы столкнулись на нашем пути. То есть, в общем, сейчас будет сражение, возможно, Железного Человека, Тетсуо, Железного Человека Хайзенберга, и тоже Железного, как называются эти чуваки из фильма. Ну, в общем, короче, будем управлять тоже Железной Махиной при помощи Итана. Тоже, собственно, неординарного Человека, у которого есть свои спецспособности по регенерации своих частей тела. Окей, видите, нужно очень долго держать, чтобы сесть сюда. И мы всё-таки это сделали. Окей. Давай. Да, это, видимо, как раз та штука, которую тоже создал Хайзенберг. По-моему, как раз и у вас стили вот эти все огромные колеса. И ты настроена решительно. Мне бы даже... Я бы даже в какой-то степени завидую. Потому что я, честно говоря, всё равно мне тревожно от того, что нас ждёт впереди. Выглядит она страшно. И как будто развалится в букву. В каждую следующую секунду. Ну-ка. Защита. Выстрелить. Ну, давайте выстрелим. У неё бесконечные патроны. Да, судя по всему, в нижнем правом углу показывается, что всё бесконечно. Окей, это пулемёт. А есть что-то другое? Ох, есть, есть. Но нужно с этим, наверное, как-то поаккуратнее. Всё, понятно. Ладно, поехали. Поехали вперёд. Всё, в общем, понятно. У нас есть пулемёт и пушка посерьёзнее. Мне кажется, с таким оружием нам никто не страшен. Даже... Даже Хайзенберг. Покидаем мы это место и, конечно же, на прощание вновь можем налюбоваться местными достопримечательностями, которые вдоволь напрягли нас за время нашего путешествия. Но, кажется, вот сейчас мы действительно видим вот этот цех, вот это производство в последний раз. И сейчас нас вниз уже вряд ли кто-то сможет скинуть. Играет достаточно боевая музыка. Явно предвещающая... Явно предвещающая битву при дожде и при грозе, да? Ворота наверняка можно выбить взрывом. Давайте немного отъедем, что ли? Ох, ну, слушайте, мы удивлялись, что слишком много шутеров в Resident Evil. Ну, по-моему, вот это кульминация всей шутерности этой части, восьмой. Где ты начинаешь играть уже скорее даже не в Resident Evil, а в MechWarrior какой-нибудь. А вот и арена. Просто охренеть. Без лишних приветствий, полагаю, начать его мочить, потому что этот хрен очень сильно тормозит. Так, а перезаряжается, да? Ой-ой-ой, он подъезжает. Защищаемся. Охренеть. Ну, это на самый настоящий трансформер, что происходит вообще. Где у него слабое место? У меня пока не перезарядилась пушка? Пока нет, тогда мочим этой. Защищаемся. Вот, он готовится нанести удар. В очередной раз скажем спасибо слоуму. Оно очень неплохо помогает мне. Так, можно отъехать куда-нибудь? Я хочу выстрелить в эту громадину. Да, пушка-ракетница. Перезаряжается достаточно долго, поэтому нужно пользоваться защитой и автоматом. Блин, а он все-таки не так прост будет. Действительно, магнетизм-то у него никуда не делся. Прячемся за вышкой, пожалуй. Ну, как всегда, в слому он, с одной стороны, жестко напрягает слому, связанное с тормозами. А с другой стороны, помогает. Блин, я сломал вышку, а зачем я это сделал? А я, все равно, его простреливаю, он не очень надежно укрылся. С другой стороны, очень помогает эту слому, потому что слишком большая динамика была бы, если бы не эту слому. Мне кажется, нужно защитить, он готов все это бросить в нас. Так, пушка, отлично. Ну, говорить о прохладной ночи, наверное, не приходится, потому что у нас здесь очень жарко. Сколько тебе нужно будет выдержать этих ударов? Но, очевидно, он будет представлять из себя самого живущего босса. Если бы мы мочили его обычным оружием, то, конечно бы, ничего бы мне не хватило. Никаких бы зарядов не хватило на него, естественно. Но вот в такой ситуации, какой-то шанс нам, наверное, победить есть. По крайней мере, пока что он, вроде бы, не очень сильно наносит нам урон, если вообще наносит. Так, стреляем. Полагаю, ракетнице прицеливаться особо не надо. Ему весело, по крайней мере, пока что. Это значит, что все еще далеко до завершения. Мы в каком-то поле сражаемся. Да, можно сказать и так. За Розу! За Розу! Это наш боевой лозунг. Он защищает, эта тварь такая. И как-то там спринкнет, что ли, даже. Пока неплохо. Да, справляемся? Я не совсем понял, есть ли у нас перезарядка. Да, есть перезарядка. И на... На обычном пулемете тоже нельзя стрелять бесконечно. Так, ну, наверное, ракетницы ты зарядил. Как-то что-то не подорвался там, случайно? По-моему, от него что-то все отлетает. Вот тут еще одна вышка. Ну, неплохо, неплохо. Если бы это все еще и не тормозило безобразно, то было бы вообще отлично. Слушай, вот это попадание. По-моему, мы только что его оставили без одной лапы. Да, нужно стрелять вот в эти слабые его места, красным помеченным. В общем, достаточно традиционно в этом плане все. Как видишь, ты скоро сдохнешь, а я буду все еще жить. Ну да, Хазенберг не станет финальным боссом. Будем сражаться с Мирантой. Интересно, на этой же штуке или нет? Я бы... Я готов на самом деле на ней доехать до самого финала игры. Она мне очень нравится. Стоило ли экономить патроны к этому моменту? Это я не тебя спрашиваю, а других игроков, которые наверняка этим занимались. Так, отъезжаем. Он, конечно, все-таки больно бьет. Поэтому нужно с ним разбираться быстрее уже. Охренеть, что творится? Это Resident Evil? Так, он опять эти штуки поднимает. Нужно стрелять пулеметом, точнее. Вот видим его слабое место. И я, по-моему, попадаю как раз по адресу. Ну, он, конечно, залупается что-то там. Но это мы уже видели от каждого из этих боссов. И ни одному из них это не помогло. Через какое-то время они начинают плакать. Обижаться на нас за то, что мы их мочим. В общем, случится то же самое и с Хазенбергом. В этом плане он все-таки не сильно отличается от всей его банды. От всей этой банды Миранды, которую мы встретили на нашем пути. Давай-ка стрельнем из ракеты. Будет ли это встать? Ну, по-моему, неплохо. Проломали, да, все? Хорошо. Это рабочий вариант. Это он про себя. Но он подросток, блин. Ну, мы это поняли в прошлом эпизоде еще, по-моему. Что ведет себя Хазенберг как подросток. Хочет убежать от родителей. Бунтует. Бунтарь не без причины, наверное. Мать Миранды сложно назвать хорошей матерью. А это вообще промах мимо. Ну, все. Ему плохо. Скоро ему будет крышка. Еще и на бочке подорвался. Просто прекрасно. Да? Во, наконец-то. Он еще смеется, но, кажется, осознает, что ему уже больно. И что конец его близок. Успеет ли он вообще выйти как-нибудь, ну, обратно трансформироваться из этого трансформера? Или так в этой машине и погибнет? Скорее всего, в ней и погибнет. Это будет логичный итог для этого экспериментатора-машиниста. Очередной промах. Хазенберг не впечатляет. На самом деле, несмотря на вот эту действительно внушительную эпичность, при этом это будет, наверное, самая простая эпизода просто. Из тех, которые у нас будут. Да, может быть, долго, потому что они очень точно стреляют куда-куда нужно. Он еще надеется заполучить Розу, хотя даже если ему удастся справиться с нами, то он врежется в мать-миранду. Так, ломаем лапу, вторую лапу. Хотя у него все две лапы, если по-прежнему живые. Еще пять минут в таком темпе будет, если битва эта протекает. Для себя, мне кажется, игры закончились. Ну, для нас тоже игра закончится скоро, это я понимаю, но... Он уже подгорел немножко. У него все там подгорело, все, что могло подгореть. Так, ракета готова. Он очень медленный, не поворотливый, мы тоже не особо поворотливые, но, в основном, он нам помогает. Ой, ну там все, там тревога. Стихьянский рубеж явно отдыхает. Смотрите, вот еле тащатся, но опять же, мне опять становится жалко робота. О-о-о-о, большой бадабум! Еще с одним лотом покончим. А, нет, это еще не конец? Подожди, подожди, подожди! Блокируем. Охренеть, что ты делаешь, чувак? Что-то его магнитизм по-прежнему эффективнее, но он нас притягивает, по-моему. Защищаемся. Какая мерзкая рожа. Надо бы ее просто разрезать, мне кажется. Куда ты нас поднял, черт, а не он нас притянул, при помощи с вами улетит, но это так, как мы тоже, собственно, железо в данной ситуации, я представляю. Так, ну это война миров какая-то, я не знаю. Ну это действительно Майкл Бэй тут полный. Это Майкл Бэй? О, нас выкинул, кстати. Так, самое время... О, а вот и работа Криса. Как тебе такой сюрприз, Хайзенберг? Так, поэтому ему надо как-то быстро с ним покончить. Пока он отвергся. Так, а битва продолжается? Серьезно? А мне нечему его мочить? Ну что? Подожди, подожди. К этому я никак не был готов. Вторая стадия битвы с боссом начинается, и мне вообще нечему его мочить. Подожди, короче, что? Так, ну, наверное, можно попытаться его световой гранатой оглушить. Блин, только... Так-то это не очень интересно, по-моему, мочить. Где у него слабое место? Так, меня тоже, конечно, ослепило мощно. Достаем, наверное, дробовик? Или... Не, давай... Давай, наверное, достанем... Снайперку? Я нихера не вижу. Где у него слабое место, блин? Нужно в него сейчас целиться. Стреляем в голову. Стреляем в голову. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, похоже на финишную прямую. Все-таки надеюсь, что для него, не для нас. Я попадаю или нет? Так, да, по-моему, есть эффект. Еще одно попадание нужно. Посмотрим, какая будет реакция. Так, ладно, продолжаем стрелять в эту голову. Так, сейчас там будет больно. Очень больно. Хорош. Давай берем гранатомет. Гранатомет и перезаряжаемся. Там, кстати, что-то валяется. Может быть, патроны для дробовика? Так, а можно все-таки взять... Да, вот это. Ослепляем его и продолжаем мочить. Я не вижу голову. Вот, окей. Окей, вот это неплохо. Так, хорошо, хорошо. Все, что ли? Ложишься? Очень похоже на это. Или еще встанет? Мне кажется, еще можно встать. Контрольный давай. Нет? Наверняка где-то патроны разбросаны. О, патроны для снайперки. Почему бы и нет? Кстати, да, здесь они наиболее эффективны. Не, он еще нападет на нас. Я поспешил с победоносным криком. Очень сильно. Так. Нужно найти вообще на самом деле не на... Не на снайперку. Блин. А вот это как раз-таки я подобрал. То, что нужно. Прицелиться, прицелиться и в голову. Он опять начинает свой магнитизм использовать. Только не говорите, что это конец. Для нас. Сопротивляйся, Итан, пожалуйста. Хотя, как ты это сделаешь? Мы же, черт возьми, не из металла. Каким образом он нас притягивает? Тормоза в жесткие совершенно. Ну, наверное, здесь это даже как-то... Естественно. Крис, самое время тебе появиться и спасти нас. Я не знаю даже, что нам может помочь в данной ситуации. Ой, мы сейчас космос улетел. Нет, мы реально в космос полетели, похоже. Творится форменная жесть. Я это даже сложно комитет. Мы сейчас сядем в эту машину. Нет, она все-таки сломала. По-моему, ему конец. Нет, он действительно сел в воздухе. Опять за эту машину, которая откуда-то взялась здесь. И мы продолжаем из нее мочить Хайзенберга. Как это работает? Мне кажется, бессмысленно нужно задавать эти вопросы. Давай прицелься, Итан, просто. И контрольный выстрел. Вот в этот двигатель, вентилятор его. Это самое время нажать кнопку. Наконец-то. А приземление будет мягким? Парашют бы не помешал, но, по-моему, Итану плевать вообще. Откуда падать? Что ему отрывать? И большой финальный салют. Праздничный. Никак иначе. Все? Очень похоже на то. Давай уже. Катсцена. Это что-то типа катсцена у нас, поэтому она, как обычно, тормозит. Пламенную речь на прощание, я думаю, он сказал. В общем, смерть Хайзенберга оказалась такой же бесславной, как и всех его предшественников. А Итан? Просто король. Все-таки мы справились без чьей либо помощи. Конечно, то, что сейчас произошло, это совершенно немыслимо. Это какая-то такая дикая трэшовая фантастика. Но, наверное, свойственная японцам. Поэтому удивляться все-таки особо не стоит. Достижение металлолом получено. По-моему, хорошее название. Итан? Я слышал эксклассы. Большой бадабум. Теперь я буду найти Миранда и вернусь. Не без меня. Это два диноза. Итан, ты слышишь? Итан, прислушайся, пожалуйста. Я понимаю, ты чувствуешь себя сейчас просто непобедимым? Итан? Роза? Итан? Итан, отвечай! Это иллюзия, это иллюзия. Миранда створила эти иллюзии, это очередная иллюзия. Какая Мия? О, боже, действительно Мия. Это не Мия, это та самая фальшивая Мия, то есть Миранда. Здрасте, приехали. Что происходит? Капитан, я подтвердил смерть Этана Винтера. Я не смогла выстрелить тело, но я записал свидетельство. Покажи свой экран, и я пойду об этом ситуации. Моя команда и я были не внимательны. Мы сейчас за Крису будем играть, да? Миранда убила Этана, забрала его сердце буквально. Вот, Итан, лежит мёртвый. Я смогла контактировать Этана. Я слышал голос Миранда. Она убила его. И она не будет уходить с этим. Ну, понятно, что она должна хотя бы так и за это поплатиться. Но это, конечно, я не то что разочарованный, я даже не знаю. У меня опустошение от смерти Этана. Вот мы победили всех боссов. Пошли спасать Розу. Весь такой нарядный. Боевой настрой. Я поставлю это на землю. У Этана. И вот теперь курящий Крис. Напоминающий капитана Прайса из Call of Duty. Из Call of Duty почему-то мне. Ну, ты тоже крут, понятно. Круче всех, наверное. Особенно для фанатов серии. Ну, понятно. Но Этан, наш главный герой. Миранда Прош, то пришла. И убила нас. Всё. А сейчас ещё будет шутер. Имени Криса. Нет, это не изменит ничего. В общем, в нашей Розе оказалась сила Эвелин. Это миссия. О, мы сейчас ещё в команде будем действовать. А вы кто, ребят, вообще? Спасите Розу, убив Миранду. Это те самые спецназовцы, которые, собственно, заявились в дом, в самом начале, в дом Итана. Ну, можно так предположить. И вот мы ночью, той же самой явно ночью, после смерти Итана. Да, он сдох. Я об этом даже и думать не хочу. У нас есть карта или что-нибудь? У нас даже нет карты, ничего такого. У нас есть инвентарь громадный. Тут какой-то, ух, тут как? Тут драгон. Вон, какой-то пистолет. Керамбит, что происходит? Что за керамбит? Отличный боевой нож для рукопашного боя. Ну, пожалуй, без него обойдёмся. Потом граната ручная, пять штук. Целеуказатель лазерный. Это для того, чтобы наши напарники, что ли, вступили в бой? Инъектор полностью излечивает все раны. Ну, конечно, покруче вооружён он, чем... Можем крафтить предметы в то же время. Хотя, кажется, нам это уже не нужно. И никаких предметов у него нет. А что, по инвентарю там ничего? Ой, по... Журналу уже никого нет. Забыли про всё, про что было с Итаном. Пошли в бой, пошли мочить Миранду. И шутер, кажется, продолжается. Но я разочарован, конечно, потому что Итан, похоже, действительно сдох. Всё. Ему его регенерационные способности здесь уже не помогут. После смерти, после того, как сердце забрали, вряд ли он сможет оживить. И Миранда получила его кровь, потому что она так напилась его сердечком. Покушала его. И, видимо, получила уже какую-то часть силы Розы. Или будет ей пользоваться каким-то образом. Потому что Роза действительно наследится Эвелина. Мы видели, что творила Эвелин в седьмой части. И, в общем, Миранда так её и называла. Более совершенной формой Эвелин Розу. И, конечно, если мы сейчас даже и спасём Розу, то не для того, чтобы Роза жила счастливо. А для того, чтобы она стала очередным экспериментом. Подопытным. Для корпорации, для Амбреллы. И, наверное, 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 вот так вот. Наверное, это лучше, чем просто смерть или использование Розы для Миранды, которая там поклоняется этому мегамицелю, боже мой, вот этому, вот этой плесени, грубо говоря, да? В общем, ну что, погнали спасать, погнали мочить эту суку, которая просто убила нашего главного героя. А что остаётся? Ну, надо как-то мстить. Вперёд, в деревню, видимо. Вернёмся. Интересно, увидим ли мы герцога? Чего-то меня вот этот вопрос интересует. И в чём её прикол? Умерли все её сыновья, все её отпрыски, все её дети, матери Миранды. И она просто получила эту силу, и теперь она здесь властвует, в этой деревне. Я мотивацию не понимаю. Она просто хочет стать суперсильной. Вот, посмотрите, во что замка превратилась. Помните, мы там мочили леди Димитреску? Теперь вот такое видим только лишь. Охренительно. Так, ребят, вы чё, на позиции? Будете меня прикрывать? Нас Альфа звать, кстати. Мы не Крис, мы Альфа. Давайте использовать позывные. Так, это наш вертолёт? БСА? А это кто БСА? Вот тут, видимо, знание вселенной. Resident Evil весьма должно пригодиться, а в этом я как раз слаб. БСА, это кто? Альтернативная группировка? У меня твои вертолёты, босс. Давайте начнем. Давай, а как мы её разнесём? Будем ставить за вертолётку. Врождённое биоружие, это Миранда, если что. Спускаемся, мы в деревню, как будто... Нет, с другой стороны, да, по-моему, спускаемся. Не так, как сюда я там пребывал. О, погнали, да? Так, а нужно ещё посмотреть всё оружие, которое есть у... О, Криса. Так, ну гранаты пока в бой не пускаем. Цель и указатель, для чего нужно использовать. Неясно. О, ну пошла вот эта музыкальная тема, которая играла в трейлере. Ну да, здесь, конечно, игра становится сверхкрутой. Так, давай гранату. Окей, окей. Это было не очень расторопно. Я думал, он её сразу кинет, потому что я подумал, у нас тут супердинамичный шутер пошёл. Нифига подобного. Так, ну здесь, наверное, лучше из автомата стрелять. Улучшитель здесь, конечно, у нас точно не нужен. Так, ну пока просто ледут обычные мудаки. С них уже подбирать ничего не нужно. Мы прорываемся вперёд и особо немедленно. Да, здесь динамика такая пошла. Действительно, калавдюти фирменной воды, калавдюти 4. Ближайшая ассоциация. Блин, это музыка играет. Дайте-ка я даже прибавлю громкость музыки, потому что мне очень нравится это. Я после именно вот этого трейлера с вот этой композиции начал адово ждать игру. Давай до девяти немножко поднимем. Погнали, погнали. Так, а патрон у нас, кстати, не бесконечная. Итан был получше вооружён в свои последние минуты. Блин, ну как можно было убедить она? Ладно, будем жалеть, наверное, об этом позже, а теперь просто прорываемся, чёрт возьми, в деревню. Все знакомые места. Но вновь со сменой освещения неузнаваемые. Мы будем ещё с ними сражаться, с этими БСА. Очень похоже на то. Это нам тут скинули благородненько патроны. И очень неплохо, надо сказать. Вооружили нас опять. Двигаемся дальше. Так, ну ладно, о патронах особо реально не думаем, похоже. Так, у нас есть что-то типа снайперки? Похоже, нет. Очень жаль. Ладно, обойдёмся тем, что есть. А, мы высадились у дома Луизы. Окей, окей, всё, узнаю, поле сгорело. Я наконец-то узнал это место. Ох уж этот мицелий. Охренеть тут творится. Беспредел, конечно, жёсткий. Мицелийный беспредел Миранды. Она почувствовала силушку, только не знает особо, что с ней делать. Мир-то ты не захватишь, наверное, всё-таки с ней. С ней. Что это тебе даст твои вот эти отростки бесконечные? Так, о боже! Граната. Вот сейчас давно попасть. А лазер на указатель работает, нет? Так, ладно, окей. Лазер на указатель не работает. Отступаем. Не знаю, зачем он нужен. По идее, чтобы прицеливаться. Блин, а они меня замочат их как бы двое. Просто все битвы, которые до этого были у нас, по сравнению с тем, что происходит сейчас, лёгкой прогулочкой. Крис бы здесь просто всех замочил и бы и не заметил. Они про бестейфовы там общаются, наши напарники. Так, мы справились с вами? Нет, ещё побежите, да? Всё окей. Всё окей. Так, гранатой можно наконец-то понять, как ей прицеливаться или нужно что-то... Как её кидать-то? Просто левая кнопка мыши, скорее всего. Так, мы прорываемся сейчас к замку, скорее всего. Кстати, старой каргой, вот этой бабкой, угорающейся, тоже была Миранда, судя по всему. Она и в Мию перевоплощалась, и в неё. В общем, игралась с нами, как ей вздумается. Так, а как нам дальше прорваться? Сюда? Да, похоже, придётся в обход идти. Окей, окей. Так, ну здесь сейчас очередная партия вурдалаков на нас полезет. Я уж не знаю, какого типа. Но мы готовы, мы готовы. Ну-ка. Да мне бы не помешала уже эта поддержка в конце-то концов. Да, я не против, но у меня пока неплохо со с этим всё. Вот я вижу боеприпасы. Ох, это вся та деревня, по которой мы вот так вот медленно блуждали. Теперь мы здесь бегаем просто и всё разносим. Охренеть тут, конечно, вооружение. Мне даже столько, как бы, вроде и не нужно, но я не откажусь, конечно. Спасибо, ребят. Спасибо за доставку. Ну, конечно, слишком жёстко то, что произошло. Как игра вот в это всё трансформировалась. А она вот это разумно делает нам, преграждает путь? Или просто рандомно тут вылазят вот эти её деревья? Деревья. Так, а что я здесь с гранатой хочу? Давай возьмём пистолет, кстати, и спробуем его. Сколько у нас тут патронов в АБМе? 17, нормально. Так, заходим? Заходим. Опа. А вы меня видите? По всей видимости, они меня видят. Ладно. Ну и у нас тоже ночное видение, скажем так, присутствует. Ну, класс-то, конечно, нет. Но они крутой боевик сделали. Просто это, наверное, не совсем резидентный. Тут уже даже особо в голову целиться не нужно. Так, отступаем немного. А куда я кинул гранату? Нет, ладно, попал более-менее. Более-менее пойдёт. Только на одного истратил? Ну, почему бы и нет? Проходим дальше. Тут уже и стрелки, и всё, но и недострельбы, по-моему. Просто валится с неба на меня куча этих петрушек. Граната, граната. А что так ты слабо кидаешь? Я думал, ты-то будешь нормально кидать. Нихера. Так, надо... По-моему, две гранаты в молоко прокинули. Ну ладно, ничего страшного. Норм. Так, ещё один подходит, да. Я никого в гранаты не попал, по-моему. Нормально, закончили. Давай к этим подбегать. Маневрируем, и вот подступаем, подступаем. Стрелки. А вот такая вот гранатка. Вот она, по-моему, пришла по адресу. Так, а теперь можно переходить на огнестрел. Разобрались. Ну, я, конечно, чувствую уверенность в этих руках. Крис... Крис, парень, не промах. Вряд ли его Миранда так просто замочит. Хотя... Так, а вот это неприятный чувак бронированный. Там ещё стрелки подолезли ко мне. Гранатка. Слушай, может, лазерный указатель сработает, нет? Вот он что-то вроде прицеливается, и всё, на этом. Окей, ладно, отступаем дальше. Сами своими силами будем разбираться. Желательно в голову, в голову. Блокируем, блокируем получше. Он живучий, Крис, но, по-моему, аптечка тоже может понадобиться. Уходим, уходим, уходим. Как... Как стрелять? Как использовать этот лазерный указатель? Может быть, пока что просто нельзя? У нас одна лечилка, кстати. Бесконечно она, я не знаю. Ой, блин, вы меня ребят окружили. Блин, они меня зажали. А что ты их слишком много, нет? Очень много! Нет, так. Так, вот теперь я чувствую себя в опасности. Слишком много мне нужна выгодная позиция, с которой начну отстреливаться. Или я даже не знаю, что... Блин, чем мы будем взрывать? А вот, наконец-то. Ну вот, стреляй сюда. Я отметил цель. За мной, кстати, почему-то перестали все гнаться, видимо. Видимо, это место священное для них. И они просто слишком близко к плести не могут подбираться. Так, окей. В эти моменты нужно будет сражаться. Все понятно. Я понял, как это работает. Зажимаемся в угол и стараемся от них отбиваться. Вы посмотрите, сколько этих ребят! Что творится вообще? Ну, конечно, удивительная концовка, вот это я никак не ожидал. Тут столько всего шокирующего произошло с нами. Так, зажимаем, зажимаем. Блокируем, блокируем. Уж если Итон блокировался неплохо, то и уж Крис может... Хотя у него нет суперспособности. Так, подожди немножко, подожди немножко. Я отобьюсь от этих мудаков. Легче, наверное, это сделать. И потом спокойно прицелиться. Так, а вот это я сейчас не знаю. Ой, мне лучше, по-моему, не медлить. Лучше прицеливаться. Давай, 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 давай. Мочи, мочи, мочи эту хрень. Быстрее, пожалуйста. Нормально. Кстати, можно и по ним мочить, я так понимаю. Всех замочили. Хорошо, перезаряжайся быстрее, пожалуйста. Вот это битва. Вот это битва. Ну, это отдельная игра какая-то началась. По-моему, как будто аддон какой-то. Ой, что-то их очень много. Блин, что-то их очень много. Не зря мне столько патронов подавали. И бронированные мудаки тут. Блин, а как я с ними буду сражать? О, бочка. Я вижу бочку. О, хорошо подорвалось. О, здесь патроны. Так, это берем все. Блин, только они меня зажали. Совсем неприятно. Мне нужно отсюда выбраться. Мне нужна граната. Я понял. Они сейчас там очередь создали давку. Это то, что я должен использовать. Подожди, 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 подожди. Какая света? А, давай, давай, давай световая граната. Она мне урон не нанесет. Их там очень много, чуваки. Помогайте мне, пожалуйста. Блин, меня замочит. О, полезли наверх. Я не знаю, как я заметил эту лестницу. Но спасибо, что я ее заберу. Они используют вообще все, что можно. Так, лазерку. Лазерку. И стреляйте, пожалуйста, ребят. Быстрее только. Быстрее. Быстрее. Меня сейчас попадут. Меня прикончат. Вы можете это сделать уже. Стрельните. Мне крышка. Какие пятеро? Какие? Я не знаю. Я не знаю, как мне с ними справиться. Их слишком много. Так, так. Давай гранаты. Давай гранаты. Потому что это можно долго сейчас веселиться. Используем гранату. Нормально. И давай указателем. Ну, ради бога. Потому что они бесконечные. Я думал, они будут волнами накатывать. После каждого выстрела из этой хрени. Оно не так работает. Нужно неприлично много времени, чтобы прицелиться. И чтобы они выстрелили, наши ребята. В эту хреновую плесень. Может, я неправильно прицеливаюсь? Давай мы сюда попробуем. Да, видимо, нужно стрелять вот в эти отростки конкретно. Так, вы еще там где готовы? Они каким-то образом умирают. Все, мы с ней разобрались. Но это еще не все. Потому что это только один отросток. А главный отросток... Да они тут везде. Я хотел сказать в замке, но они везде здесь просто. Жесть какая творится. Так, чуть-чуть передышка, да? Да, судя по закончившейся музыке. Передышка небольшая. Даже Крису нужна передышка. Это деревня. Все, что от нее осталось. Кошмар, у меня осталась вода. У меня даже воды не осталось. Как бы предвещает все этот финал. С Мирандой-то мы еще будем отдельно сражаться явно. Просто так все ее отростки уничтожат вряд ли получится. Ой-ой-ой. А, Вим. Именно как раз в те пещеры. Ну-ка. Серия Е, это серия Эвелин. Так, давай, включай свои тамочки. Опять неплохо вооружились. А птички-то все-таки не бесконечные. Хотя мне показалось, что бесконечные. Ну да, здесь ничего уже не вооружимся. А можно одеть? Темно как бы. Очки ночного видения, пожалуйста. Нет? Ну ладно. Будем так в темноте гулять. Так, это что за хрень? Ой, а мы ведь как раз... Помните, в пещерах на лодке куда-то плавали? Мы вот эту всю хрень видели как раз-таки. Ну там был только один отросток. Теперь эти отростки повсюду. В общем, Роза действительно все это хрень прокачала. Роза, в которой была смесь крови Итана и мутировавшей крови Итана. И Ми, конечно, еще более мутировавшей. Да, и Миранда. Все это комбинация ужасная. Мегамицели здесь теперь повсюду. Настоящий сад. Омерзительнейший сад. А что у нас тут типа битвы будет? Ну, наверное... О, ты что, чувак? А я же с тобой разобрался. Какого хрена так? Это мы сейчас не ту гранату кинули? Совсем не ту. Или ту. Это была светушумовая или световая? Давай световую кинем одну. Посмотрим, как он. Ну, не очень, на самом деле. Хорошо? Ну, что-то мне подсказывает, что мы сейчас будем сражаться со всеми боссами. Вот теперь это самое время, с которыми до этого разбирался Итан. Потому что этот хренов мегамицели их всех оживит. Да, мне подмога понадобится. Тут как-то тесто с ним сражался. Где у него слабые места теперь? Хрен поймешь так-то. Тут особо не поуворачиваешься от него. Уворачиваемся, уворачиваемся. Ты бегать можешь? Крис. Так, это промах был. Но очень близко было. Он застрял. Мимо, пожалуйста. Было близко, опять же. Может, на спине у него слабое место? Окей, вы сможете попасть через эту дырку? У нас отличная команда. Так, мне нужно теперь прицелиться. Давай, попадайте, пока он стоит вот так вот. Попадайте, пожалуйста, ребят. Не подведи тебя. Все, ты лег? Ой, он не был. Окей, ладно. Пока сами справляется. Надеюсь, есть какой-то толк от того, что мы стреляем в него из автомата? Блин. Так, у нас есть инъекции, ничего страшного, если что. Ребят, перезаряжайтесь быстрее. Да что ж такое-то? Call of evil какой-то тут творится. Call of evil. Это правильно. Так, самое время. Самое время. Давай гранатка его. А дальше цель-указатель. Не промахнитесь, ребят. Давайте, не подведитесь у меня. Хорошо. Сколько еще нужно? Тебе не хватит этого? Блин. Не вставай. Этот боксерский поединок должен уже закончиться. Но он почти готов. Почти готов. Судя по тому, как он подгорел, так неплохо. Все, да, теперь подгорел. Я продолжу. Кристаллчики. Слушай, мы же ее подбирали. Мы ее реально подбирали. Мы сейчас сразимся со всеми боссами. Я в этом не сомневаюсь. Я не знаю, поучаствовал ли в этом каким-то образом герцог, скорее всего, да? У него же эти все кристаллы были. Он прямо из этих кристаллов все вот это оживилось. Именно так как в пещерах эти кристаллы изначально и находились, отсюда, из-под земли, вся эта хрень, сколько там лет, не знаю, сотни лет, и произрастала. В общем, понятно. И эти кристаллы обратно герцог сейчас отдал Миранде, как мы и ожидали. В общем, так и произошло, скорее всего. Здесь дважды думать не нужно. Герцог в свою роль действительно должен был сыграть в сюжете. И вот он сыграл. Интересно, что было бы, если бы мы не продавали кристаллы герцогу? Ну, по идее, Итана же убила Миранда. Вот! Наконец-то вопрос, который я задавал уже минут 30. Чего? Нею тоже просто так убили? Вот это тоже хороший вопрос. Откуда она знала? А что за маленькая птичка? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это да, об этом поточнее. Только не откладывайте это на следующую серию. Следующая серия будет финальной, скорее всего, для вот этой всей ветки, да, с Мирандой, Мии и Итаном. Не, ну для Итана похоже это вообще крышка. Хотя, может быть, и его удастся оживить, я не знаю. Мы же Розу все-таки надеемся спасти, может, и Итану удастся спасти. Кто знает, что? Ой, тут какое-то сердце. Вот вся эта хрень под землей. А вот оно, да? Сердце всего вот этого беспорядка страшного, которому и поклоняется Миранда. Если выяснится, что Мию тоже просто так убили где-то там за кадром, то это будет настолько отстойно просто. Мне же, мне как бы не плевать на Итана и Мию. Я понимаю, многие фанаты серии, для них это какие-то проходные персонажи. Но я так не хочу, чтобы для них все это кончилось. Что будем делать? Взрывать. Давай. Лазерные указатели. Давай. Пафосные идеологии отложим на попозже. А, мы будем подрывать это сами, да? Хотя там, по-моему, тоже другие есть. Ну, хорошо, попали. Надеюсь, это не какая-нибудь ловушка от матери Миранда. Вдруг она опять какую-нибудь иллюзию создала? А, к чему? Ну, вроде все у нас под контролем. То есть, мы сейчас должны разобраться с Мирандой, хотя... Корень проблемы. Было полно времени, мы тут 15 часов ходили. Слушай, нужно было вообще изначально сказать, что здесь под землей вот эта хрень растет, и все. И просто бы они пошли эту хрень уничтожать, и все. Почему в чем проблема-то? Нужно было обязательно дождаться, пока совершится ритуал, пока все колбы соберутся. А для чего? То есть, нельзя было это уничтожить? А, то есть, они не могли обнаружить это место, может быть? Они следили за Мирандой, как раз таки ждали, пока она вот эти все колбы соберет. Им нужно было, чтобы Иитон эти колбы для Миранды собрал. Какие, в общем, они твари лицемерные, вот эти спецназовцы-то. И Кристо тоже, в общем-таки, да? Там он заверил под конец Иитана, что все, мы с ним одна команда, и в итоге все равно ему ни хера не рассказал. Кристо, блин, все равно говнюк оказался на деле-то. Пускай и не Мию настоящую пришел замочить, но можно было бы это рассказать ему все. Он, блин, конечно, только в последний момент понял, что Иитан парень не промах, но в итоге ему крышка. Ну, в общем, вопрос это есть ко всем этим спецназовцам, черт возьми. Так, и мы, похоже, подбираемся, подбираемся поближе к матери Миранде. В общем, все вроде сейчас под контролем, в том смысле, что взрывчатка на Мегамицелии стоит. Миранда, скорее всего, об этом не знает. И мы готовим ей сюрприз. А почему мы пошли мочить ее, не взорвав Мегамицелии? Ну, видимо, для того, чтобы мы смогли спасти Розу, что ли? Я не знаю. На место ритуала мы сейчас направляемся. Посмотрим, что там сейчас. О, у меня была свайлаборатория, но как? Почему бы и нет? Она, в общем, была на самом деле достаточно прокачана интеллектуально-то, да? Такая-то что? Каду. Тот самый, которого мы видели, по-моему... Да. Они используют это, чтобы контролировать био-выбрион. Да. Моро. В логово Моро. Была такая же колба. Так, все фотографии. Посмотрим. Это как оно произрастает, что ли? Ну, похоже на обычный человеческий эмбрион. А это сама Миранда, что ли? Она была ученым. Она была ученым. Похоже это на одного из персонажей DC в отряде самоубийц. По-моему, это было что-то такое. Кара Делавин играла кого? Вот точно, я думал, кого мне все напоминало. Помните, фильм «Отряд самоубийц» не самый удачный? Прошлая версия, не та, которая сейчас выходит. И там была вот эта ведьма, да? Ведьма. А я не помню, она была ученым или нет до того, как с ней произошло это. Но ее финальная в итоге форма, она очень похожа на то, во что превратилась Миранда в итоге. А это, скорее всего, Миранда. Со своим ребенком, с ее ребенком, естественно, что-то случилось. И в итоге вот она, собственно, такая обозленная была. Не ставила ли она эксперименты на своем ребенке? Может быть, ребенок был смертельно болен, и она хотела ей помочь? Но это очень похоже на эксперименты над какой-нибудь Альмой или Сфир, да? Ну, в общем, на всех это похоже. И она была в курсе того, что было с Эвелин, потому что она работала в Амбрелле в итоге, да? Да, похоже на то. Окей, окей, окей. Побольше фотографий. Сейчас я, конечно, точно все не проясню для себя, потому что, опять же, плохо знаком с историей Вселенной. Наверняка здесь связано все не только с сюжетом седьмой части, но и предыдущими. А здесь это кто на фотографиях? Это какой-то мужчина. Ну-ка. О, вот это, может, и от него записка. С фотографией он как раз ей присылал. Уважаемая Миранда, вот это интересное обращение. Прошу прощения, что не прибыл к вам лично. Я бы с удовольствием вновь посетил вашу тихую-тихую деревушку. Ну, а нет, она была тихой достаточно, судя по всему, когда-то. Ну, увы, я очень занят. Впрочем, вы бессмертная дама. Это такой, типа, комплимент такой метафорический, или он действительно понимал, что она весьма бессмертная. Вы сейчас едва ли вспомните бедного студента-медика, умиравшего на снегу. Я высоко оценю открытия, сделанные мной 15 лет назад, когда я жил в вашей деревне. А, то есть нет, это на самом деле какой-то студент, который был в этой деревне, в туристическом вот этом злачешном местечке, посетил эту деревню и спокойно покинул ее. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас что-то очень прояснится, я чувствую, важное. Ваши опыты вдохновили меня. Трансформация человека путем внедрения в него организма поистине гениальна. Я понял, что эти знания помогут мне открыть следующую ступень эволюции человека. Ну-ка, и где же этот потом чувак засветился? Пережив две мировые войны, мы стоим на грани третьей. Я исполнен решимости. Сейчас самое бы время вспомнить о том, что там было на корабле в седьмой части. Я очень давно ее проходил и не перепроходил, и не помню. Но я помню, что оттуда вся зараза пошла к дому Бейкеров. Этот корабль, по-моему, и вот этот чувак не был ли как раз на этом корабле? Блин, к сожалению, плохо помню уже. Однако за время наших долгих ночных бесед я осознал, там же был какой-то ученый, да? Который, собственно, Эвелин... Ладно, бессмысленно попытаться вспоминать, но сейчас читай, может что-то прояснится. Однако за время наших долгих ночных бесед я осознал, что ваши цели отличаются от моих. Вы надеетесь воскресить одного человека, свою дочь. Я же намерен изменить мир. Ваши опыты с плесенью не помогли бы мне добиться экспоненциального распространения инфекции. Я решил, что вирус будет более эффективен. Вот почему, моя дорогая... Блин, тут это прям для всей вселенной Resident Evil очень важно, да? Вот почему, моя дорогая, я покинул вас. Я до сих пор сожалею, что не попрощался. Это два разных вируса отчасти. Ну, то есть две разных заразы. Простите, что ворошу прошлое. Я же пишу, чтобы сообщить вам приятную новость. Я нашел ключ к эволюции. Это прародитель. Вирус из Африки. Из пятой части. Из пятой части, да? То, что мы в пятой части резика видели. Вместе с коллегами и друзьями я открою фирму для изучения вируса. Я назову ее Амбрелла. В честь символа из той пещеры. Я на шаг ближе к реализ... Ой-ой-ой-ой. Символ из той пещеры все-таки не связан с Амбреллой. Он изначально оригинальный символ. А Амбрелла позаимствовала его. И мы сейчас говорим про основателя Амбрелла, видимо. Ну вот здесь, да, мое плохое знание вселенной. То есть я, кроме седьмой части, ничего не знаю. Конечно, меня выбивает немножко из сюжета. Я на шаг ближе к реализации моего плана. Я надеюсь, вы однажды тоже добьетесь цели. Да, и они действовали параллельно. То есть вот эти две основные заразы, которые становятся двумя заразами вот этой серии. Они отдельны друг от друга, но связаны вот при помощи одной вот этой, например, записки. Ну, уже неплохо. Вы многому меня научили, и я буду обязан вам до конца жизни. С уважением, ваш вечный последователь Озвелл Спенсер. Спенсер, ну, видимо... Спенсер, здесь. Нет, в смысле. Кристо знаком с ним, да? Ну, знает его хорошо. Учитывая, через сколько он частей серии прошел. Ну, да уж. И он... Ну, его здесь не было, но он писал письма матери мира. А, нет, он здесь был именно в деревне, да? Посещал это место. И вдохновившись им, пошел создавать свой вирус, который в итоге стал основой для серии. Охренеть. Ну, вот это неплохо тут все, конечно, закручивается. Так, эти фотографии вы мои видели, да? Так, еще что-нибудь. Еще больше информации. Давай, это лаборатория прям, конечно, кладезь сюжетный. О, еще больше записок. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут есть что-нибудь? Фотографии. Ну, тут не ясно. Ну, эти колбы с коду, да, повсюду, с экспериментами и так далее. Это дочь? Она была достаточно взрослая. Или это Миранда сама? Так, ее дневник сейчас увидим, скорее всего. Нет, вот это Миранда. А вот это их исследовательская команда. Тут две девушки. Да, одну вот эту мы видели на фотографии, другая ее дочь. Так, и еще группа ученых. Вот этот мужик второй слева. Мне кажется, я его тоже мог бы знать, если бы играл в предыдущей части серии. Так, ну и дневник. Так, ага, ее звали... Ее звали Ева? Да, мы про это слышали, но Ева же это Эвелин, по идее. Подожди. Прошло сто лет с тех пор, как тебя забрала из... Сто лет? Ну да, мы поняли, что Миранда здесь долго жила. Столетиями. Или, ну, как минимум 120 лет, где-то так. Поэтому деревня и зависла примерно в таком вот состоянии. Где-то конца 19 века, да? Похоже на то. Тогда я была бессильна. Но теперь я воскрешу тебя с помощью мегамицелия. Я испытала регенерационные способности твоей новой оболочки. Оболочка это наша роза. Я расчленила и оживила ее. Она оживила уже ее. В регуляторе мегамицелия. Осталось лишь срастить ее с мегамицелия. Наконец пришла пора церемонии. А, вот почему мы, может быть, уничтожили мегамицелий. И у нас еще будет... О, может быть, тут еще несколько концовок будет? То есть у нас будет у Криса выбор, что делать с розой. Мы разберемся, например, с Мирандой. Получим розу и подумаем, что нам с ней делать. А зачем нам ее сращивать с мегамицелиями? Это, по-моему, безумно даже. Это только Миранде нужно было, непонятно для чего. Потеряв тебя, я сходила с ума от горя. Забрела в какую-то пещеру, чтобы умереть. О, вот это прям предыстория мощная. Так сильно я хотела вновь увидеть тебя. Там я нашла его. Мегамицелий. Повезло, случайно, да? Нет, прям реально случайно. Я коснулась черного вещества, и мой разум переполнили знания. Мегамицелий расщепляет и поглощает сознание умерших. Я поняла... Расщепляет и поглощает сознание умерших. Да, то есть он впитывает себя в силы человеческие. Я поняла, что если он хранит и твой разум, я смогу тебя воскресить. Нужна лишь подходящая оболочка. В общем, он как бы... Мегамицелий — это действительно божество. Ну, можно понять, почему ему так поклоняется Миранда. То есть по-научному она здесь достаточно объясняет, так как была ученым. И здесь она, как ученый, смогла все равно стать верующей. Верующей в Мегамицелий, так как он осуществил ее действительно планы отчасти. Мегамицелий — местный, научный вот этот бог вот этого мрачного, ужасного мира Resident Evil. Слушайте, ну очень круто. Вот сюжетно вот сейчас вот они, конечно, все так очень наполнили. Ну, конечно, через записки это сделали, как в каком-то самом бюджетном инди-хорроре, но почему бы и нет, ладно. Вернувшись в деревню, я вживила плесень Мегамицелия в жителей. Это позволило управлять ими и ставить опыты. Я провела эксперименты на сотнях людей, чтобы найти для тебя идеальную оболочку. А почему так долго-то? Им нужна была роза именно для этого, да? Похоже на то. Я даже попыталась увеличить шансы, создав паразита под названием Каду. Но ни один из опытов не дал результат. А в общем Каду стал следствием того вот этих всех мразей, с которыми мы сражались как раз-таки в деревне. Но это было для нее главной целью, это бесполезно. Кое-кто, например, Альсина, Альсина это Димитреско, если мы забыли об этом, были близки к идеалу, к идеалу, к идеалу, да. Но большинство стало оборотнями. Однажды ко мне обратилась организация и пообещала помочь. Я дала им образец плесени и твой ДНК. Они создали Эвелину. Охренеть, вот как это произошло. Вот, да, и эта плесень возникла именно. Это был провал. Хотя не все так плохо. Благодаря им я узнал о существовании Розы. А кто? Кто этот двойной агент, получается? Кто им все это нашептал? Ну не Крис Ява, но это было и так очевидно. А кто это? Я кого-то не знаю, какого-то персонажа. Интересно. Благодаря им я узнал о существовании Розы. Но точно не Мия. Мия в этом не могла быть заинтересован. Она вообще слева, как и Итан, пришли в это все. Хотя нет, подожди, для чего Мия изначально направилась туда, в Луизиану? Я уже очень плохо седьмую часть помню. Вот это, конечно, тоже минус серьезный. Ну ладно. И поняла, что она идеальная оболочка. Мне пытались помешать. Но нет, это не могла быть Мия, она бы не стала рассказывать о Розе, скорее всего. Хотя, все-таки Мия-то там с кем-то переговаривалась ведь в наших флэшбеках. И это была, скорее всего, именно Мия по телефону там с кем-то болтала, да? А не Миранда. Мне пытались помешать, но я сумел убедиться в ее пригодности. Мои опыты, наконец, завершены. Ева, я много лет ожидала твоего возвращения. Ну да, действительно, она хочет при помощи вот этого жертвоприношения, грубо говоря, ненаучно говоря, оживить Розу. То есть она отдаст сейчас оболочку и в эту оболочку каким-то образом впитается. Но это все вследствие долгих научных экспериментов, опять же, было проведено. Этот ритуал, это научный ритуал, вы понимаете? То есть действительно, скорее всего, можно будет в эту оболочку вселить душу. То есть из мегамицели извлечь что-то, а не только чтобы он все это впитывал. А ниже этого добились какой-то отчасти. И, наконец-то, получится совершенный эксперимент, потому что Роза сама по себе дитя. То есть дитя, она как Иисус отчасти. Иисус только, но такой дьявольский Иисус скорее, потому что, собственно, от дьявольского бога мегамицели образовался он. Ну вот это здесь очень крутой сюжет, конечно, если так разобраться. Сейчас у нас, конечно, все-таки не время, хотя нет, место-то идеальное как раз для этого. Потом у нас не будет возможности. Я на титрах не буду, наверное, ничего уже рассуждать. Так, кратко какой-то итог подведу и закончим на этом. Но перед финалом вот это хорошая информация накидали. Хорошо, что прям не в последних каких-нибудь сценах там. За это спасибо. Есть, собственно, пища для размышлений. Так, ну и фотография еще одна с Мирандой и ее дочери Евы. А подожди, а почему она на всех фотографиях... Это не Миранда, может быть? Почему они все выглядят так как-то современно на фотографиях, как будто это не начало? Если Миранда... А, или это как раз уже после того, как, собственно, все произошло. Ну, это видно, что это не начало 20 века, понятно. То есть это после того, как она с этой корпорацией стала сотрудничать, сделанные фотографии, или нет? Эвелин здесь, да? Значит, скорее всего, на фотографиях присутствует. Блин, я, конечно, путаю здесь. Сложно разобраться. Какой-то из этих вариантов должен быть. Может быть, это не Миранда, на самом деле, на фотографиях? Хотя вроде бы похоже. Хрен знает вообще. Так, это мы ломаем. Можно и пистолетом, в принципе. Сейчас экономить патроны. Так, а кто здесь нас поджидает? Здесь кто-то есть, что ли? Мия? Настоящая Мия! Я тоже покажу руки. Это не Миранда. Это настоящая Мия. Мия была все время здесь. Почему ты здесь? Мия говорит, что Итан не умер? Что? Что? Мы опять играем за Итана? Итан жив, без сердца? Что творится-то? Сюжет оказался, конечно, под конец сверхкрутым. Окей, здесь никаких претензий. Где мы вообще? Это не деревня. И Мия все знала, действительно. Куда больше знала, чем Итан. Охренеть. Они переехали сюда по наводке Криса и его команды. То есть, они выманивали. Выходили на след Миранды. Крис, конечно, мерзавец отчасти. Крис. Но что с Итаном? Откуда у него все эти силы? Он изначально был чем-то заражен? Ты так дым. Эвелин? Да, это она. Как мы здесь? Где мы вообще сейчас оказались? Это какой-то астрал? Ты мертвец. Слушайте, ну это вот эта смесь научностей и... Особый... Резидент игловской религиозности уже прям так. Это очень круто. Нет. Я все знала. Эмия все знала. Резидент игловской религиозности. Я не была Миранды. Ты всегда был мертв. Что ты сказал? Я всегда был мертв. С какого момента? Эмия с самого начала работала, да, на Амбреллу? Или на Криса, по крайней мере. Ты не думаешь, что это было странно? Ну, это надо признать, что это странно, но тут очень много всего странного. Помнишь. Ох, нам сейчас все связывают, все две серии. Ну-то мы и помним, как нам отрубали руку, напоминать не надо. В общем, мы оказались еще круче, чем Мия. Судя по всему. Ты был мертвен, мой папа. Вот именно в самом начале седьмой части нас убили. Это если так, то это, конечно, это пипец. А кто нас оживил? Да и ты тоже должна быть мертвой, по идее, но, конечно. Блин. Не, ну, повороты, конечно, немножко слишком резкие тут происходят, и я охреневаю от них. Я, я сделал все это. Что ты сделал? Что он сделал? Я... Я... Так, собери свои мысли в кулак, действительно, и уже объяснить, что произошло, потому что я вообще не пробуюсь. Что это? Что с нами? Ну, то есть, просто все-таки вот это и все, да? Ты не можешь никогда再 видеть свою семью. Охренеть. Мы теперь внутри Мегамицелия, отчасти, что ли, наша душа? Душа, боже мой. О чем мы говорим сейчас? Ну, это то, что здесь действительно происходит. Нет. Роза. Я... ... 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 Мы действительно существуем только внутри Мегамицелия. Мне кажется. Ты уже мертвый. Мертвый! Это вот этот мир Астралы, где как раз Миранда пыталась из нее спасти свою дочь. Я... ... 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 Загробный мир, в общем-то. Загробный мир... ... 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 И судьба Розы, и судьба Криса, и судьба... Мы у герцога в тережке. Чё творится вообще-то, началось такое. Ох, тут ещё и новая музыка заиграла какая-то. Охренеть. Мы вновь играем за Итана, и мы вновь в деревне. А герцог, судя по всему, всё-таки оказался, ну, в какой-то степени независимым. Правда, он сам даже не понимает, кто он в итоге. Он не смог ответить нам на этот вопрос. И мы действительно сейчас играем за Итана в деревне. У нас есть инвентарь там? У нас есть по-прежнему инвентарь, никто у нас ничего не забрал. Думаю, торговаться, правда, мы уже не будем. Как бы это немножко, наверное, неуместно будет сейчас заниматься. Да и герцог уже не собирается вылазить из своей повозки. Приснилось ли нам всё то, что мы видели вот в этом бредовом видении где-то там в пустыне? Или мы действительно находились в том состоянии, про которое я говорил, а нас оттуда вытащил? Вытащил, как, возможно, и других. Ребят, скристаллизованных. Герцог. По-прежнему ты ухмыляешься, дружище мой. И всё-таки готов даже со мной подороговаться. Окей, ну может быть он помогал не только нам. Он помогал и матери Миранди, и всем остальным, кому, кто просил его о помощи. Он не может понять, какую роль он здесь исполняет. Возможно, его роль на самом деле банальна. И её проще объяснить, чем кажется. Он торговец. Ну то есть, вот и всё. И дополнительно объяснять это не нужно, потому что как-то так. И он здесь зависим от ситуации так же, как и, собственно, мы зависимы от него. Охренеть, что творится. И вот теперь уже, судя по музыке, нас точно ждёт последняя глава. Мы направляемся на встречу с Мирандой, к финальной. И встретимся где-то там в пещерах, где уже заложена бомба у Мега Мицелия. И что будет случиться, например, с нами, которые, скорее всего, действительно в каком-то полумёртвом состоянии находимся. Как нас спас герцог, не совсем понятно. Это охренеть. У нас есть дневник? Интересно, сделал ли он какую-то запись? Он сделал какую-то запись. Так, мы начнём с того, что... Ну, да, вот это последняя, собственно, десятая наша запись. Десятая страница. Десятая февраля. Ночь уже закончилась, и наступает новый рассвет. Алтарь. Мы сейчас туда и направимся. Я знаю два факта. Первый. Истинная цель Миранды. Она хочет воскресить свою дочь. Откуда, кстати, он это знает, если это знает только Крискария? Ну, и Мия. Которую помнит, помнит Мега Мицелий. Даже вот такие здесь определения используются. Используя розу как оболочку. Это мы поняли. Это мы разобрались без твоих записей. Расскажи мне что-нибудь, в чём я не разобрался. Второй. То, что скрывала от меня Мия. Вот. Три года назад я погиб в доме Бейкеров. Это всё-таки, видимо, правда. Я ходячий труп с плесенью внутри. Но это было очевидно. Поэтому нас лечилки лечили, и вот это всё остальное происходило. Но вот прям, чтобы до такой степени, что он прям действительно не мунтировавший, а именно труп с плесенью внутри. Это уже меняет сильно дело. То есть мы, по сути, равны тварям, боссам здешним. По сути, так, можно сказать. Только каким образом в доме Бейкеров нас оживили потом? Кто это сделал? Сама Эвелин или кто? Каким образом мы после того, как нас убили, ожили? Это же не эксперимент был Бейкеров или кого-то там. И у этого тела почти не осталось сил. Но я спасу тебя, Роза, клянусь. Ну, Мия тоже, кстати, она же тоже умирала, по идее. Она в таком же состоянии, как и мы. Но, может, мы всё-таки даже сильнее. Ещё более сильнее, особеннее, чем она, как она и сказала об этом. Так, подбираем патроны. Нам нужно наше вооружение. Сейчас посмотрим, что у нас по патронам. Последние апгрейды нас, возможно, сейчас ждут. Мы готовимся к этому. Так, по патронам, по патронам. Меняем на фугасные снаряды. Так, снайперка. Хорошо, всё есть, да? Скрафтить ничего нельзя. Ну ладно, торгуемся. Давай поторгуемся напоследок. Я боюсь, что это наша последняя торговая сделка. Похоже на то. Окей. Можно по-прежнему приготовить блюдо. Это будет настолько безумно вот в такой ситуации что-то покушать. После того, как мы сдохли. Но, к счастью, у меня нет никаких припасов дополнительных. Так что... Ох, ну слушайте, ну всё здорово сюжетом. И от юмора игра даже не отказывается напоследок. Окей. Так, улучшения. Но денег нету. Денег практически нету. Продать что-то можно? Можно, кстати. Почему бы и нет. Булава. А откуда она у нас? Вот это мы же не подбирали ничего. Оно у нас осталось здесь в инвентаре. Ну ладно. Это уже такие придирки, по-моему, будут. Так, можно ещё что-то продать. Улучшение где там было? На револьвер, да, по-моему? Ну, револьвер, кстати, мы сейчас, может быть, купим. Напоследок хотя бы из него подстреляем. Потому что денег у меня сейчас будет нужное количество. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, выберите, что продать. Давай. Вот это всё я выбрал и продаём. Так, новых товаров у тебя, я полагаю, уже здесь не появилось. Это было бы странно. Ну, смотрите, новое улучшение появилось. Для пистолета увеличивает огневую мощь. Кстати, возможно, им стоило бы воспользоваться. Так. У нас есть патроны на снайперку в очень неплохом количестве. Но вот на пистолет поменьше. Старый наш пистолет. Дробовик новый тоже уже, наверное, не актуально покупать. Это уж точно. Так, значит, у нас есть улучшение на пистолет. Из того, что меня интересует. И всё. Да? Для револьвера есть улучшение. А можно купить револьвер. Вот что я хочу узнать. 120 тысяч. Ну, почему бы и нет? Давайте всё-таки шиканём напоследок. Да, как и советовал нам... Как и советует нам герцог. Так. Герцог оказался более крутым персонажем, чем я думал. А я всё-таки к нему с недоверием относился. А нужно было к нему относиться просто как к должному. Он действовал и действовал. Не в зависимости ни от кого всё-таки. Пускай, видимо, и помогал не только нам, как я это и предполагаю. Так, 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 так. Увеличивает огневую мощь для пистолета. Наверное, это нужно тоже. Но сначала, сначала давайте зайдём в улучшалку и посмотрим, можно ли револьвер тот же самый проапгрейдить. Так, подожди. Так, подожди. Пожалуйста, будь хорошо. Ну, давай, 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 это сделаем. 1700 урон, да, побольше, чем у любого другого оружия. Даже апгрейдить так-то его не нужно, по идее. Ладно. Окей, тогда давай проапгрейдим снайперку. Она нам ещё может пригодиться. Перезарядка, боезапас, темп стрельбы. Давай урон всё-таки доведём до конца. Это будет наше последнее улучшение так-то. Ну, давай, давай. А хотя нам же хватает урона на снайперку, по идее. Темп стрельбы. Вот темп стрельбы, наверное, выгоднее будет сейчас улучшить. Вот. Потому что она медленно немножко стреляет. И здесь... А вот урона дробовик можно добить. Только денег уже не хватит, к сожалению. Ай-яй-яй, обидно. Ну, перезарядку, может быть. Давай перезарядку улучшим здесь. Вот. Теперь всё. Ещё улучшение нужно поставить на револьвер. Где он у нас там лежит? Да, он у нас... Об этом уже точно сказал несколько раз. Это точно так и произойдёт. Всё. Последний раз мы в магазине. Так, револьвер. Нужно его поставить, наверное, в какую-то ячейку, что ли. А только на что его заменить-то? Ну, на гранатомёт, по идее. Как только патроны закончатся, заменим его обратно. Ну-ка, как он выглядит? Хорош. Берём его на вооружение. Сохраняемся. Возможно, и сохранение это наше последнее. По крайней мере, на машинке. И... Двигаемся к финалу теперь уж точно. Можно было бы это всё разделить, естественно, на две серии. Но у нас будет такой большой гранд-финал. Собственно, чтобы уже... Уже здесь, мне кажется, не стоит разделять. Впереди минут, наверное, ещё 30 где-то геймплея, не более того. Может быть, даже меньше. Окей. Мы готовы. Давайте я сейчас перезайду. Чтобы всё-таки попытаться поднять FPS у этой бедной тормозящей игры. В этом плане она меня разочаровала. Ну, что уж поделать. Тут уж, наверное, поздно в сотый раз об этом на это жаловаться. Я должен идти. Всё. Я понимаю тебя. Всё. Не буду тебя больше задерживать. В общем, да. В ту... В сторону дорога уже для нас заказана. Все ворота закрыты. Мы двигаемся либо к месту ритуала, либо к пещерам, где будут все. Соберутся все. Мия, Крис, Миранда и теперь даже Итан. Мия была в курсе, что Итан не мёртв. Что ему нельзя убить. Откуда она это знала? Она сотрудничала действительно с Мирандой, скорее всего. Или нет? Или хрень знает? Хрена знает. Потому что Крис-то не знал. То, что она сотрудничала с Крисом, это мы поняли. И выполняла все его указания. То, что они переехали именно сюда. Это точно для того, чтобы выйти на след Миранды наверняка было сделано. Почему они переехали в эту страну именно? Иначе это никак не объяснить. По познанию Криса же это было сделано. Здесь, кстати, где-нибудь еще что-нибудь есть? Вряд ли мы сейчас уже что-то найдем. Вряд ли, вряд ли. Ох, ну сюжетно много еще вопросов не закрыто. Скорее всего, по большей части из-за того, что я плохо знаком с сюжетом. Точнее, плохо помню сюжет с седьмой части. И не очень хорошо разбираюсь. Вообще в серии. Но какие-то... Ну, картина почти вырисовывается для нас. Так. Но я не знаю, тебя нужно добивать или как? Давай пистолетом тебя замочим, что ли. Револьвер на тебя тратить, это как-то неприлично будет. У меня опять патронов там. Оставим револьвер на Миранду. Мне кажется, это будет самое... Это будет красиво. Вот сейчас будет некрасиво, кстати, кое-что. Потому что сколько у меня денег? Шесть тысяч. Я понял, что я не купил патроны у этого герцога. Лавочка еще не закрылась? Нет, он нас зажидается. Окей. Это был фальстарт, герцог. Извини. Я хочу у тебя еще кое-что купить на прощанье. Он нас понимает. Все правильно, правильно. Так. Берем патроны на дробовик в первую... Нет, или на снайперку. На пистолет. На пистолет. И, наверное, все-таки на дробовик. Дробовик нужен всегда. Но тут мы только четыре патрона купим. Ну, хоть что-то, в общем. Окей. Это goodbye, мистер Уитерс. Видимо, все. Прощай. Я не думаю, что мы поймем роль конкретную... Ну, более подробно, что ли, как-то. Или какую-то откроем тайну герцога в этой части. Мне кажется, мы его встретим где-то дальше. В следующей части серии. А что-то мне подсказывает, что она все-таки будет. По-моему, даже разработчики про это говорили. Хотя это не точно. Ох-ох-ох-ох-ох. Волнительно. Волнительно. Блин, многовато вас, конечно, ребята. Может, гранату кинуть? Давай гранатку кинем. Вот как-то между двумя, по-моему, кинул, да. И никого не подорвал толком. Голову, голову. Хорош. Их двое. В общем, до этого-то я проходил мимо них. Но сейчас почему-то решил, что... Мне кажется, мне хватит патронов в любом случае на миранду. Поэтому экономить их тут уже бессмысленно. На пистолет, по крайней мере. Я же не буду из этой пуколки разбираться с Мирандой. Впрочем, кто знает, может, нас там не только Миранда ждет. Я надеюсь, что Итану... Помогут. И Крис, и Мия. Хотя я не знаю, как Мия здесь будет участвовать во всем этом. Ну, что мы не один... Не одни на... То есть не один на один это будет битва с Мирандой. Понятно, что ты разваливаешься, действительно, видимо. Ох, ну мы здесь прорвемся. Иначе никак. Миранда. А вот отсюда и делались фотографии. В той самой пещере, в которой мы встречали Миранду. Собственно, бабку. What the fuck, сказал Итан, и мне остается лишь только это повторить. Встречайте красивейшую, на самом деле, финальную форму Миранда. Она действительно смогла оживить Розу. После этого стала почему-то терять свою силу. Потом в нее выстрелил кто-то из команды Криса. А теперь мы с ней сражаемся. Вот что происходит. Окей. Ну что? Я подготовил для тебя подходящее оружие. Посмотрите, насколько она красивая. И насколько красив мой револьвер. Это идеальное сражение было. Блин, так-то она мочит больно. Нужно как-то все-таки быть осторожнее. Я не думаю, что финальная битва будет очень уж простой. Она будет, в первую очередь, очень красивой. Но и все-таки, я думаю, достаточно сложной тоже. Здесь есть патроны, кстати. Если что, наверное, Крис нам скинет. И за револьвером, о чем. Блокируем. Наш блок нас не подводит. Так, по-моему, пока держится Итан молодцом, несмотря на свое плачевное состояние. Слушай, может, все, а тебе хватит, нет? А как насчет отца? Тем более, кстати, у нее есть мать. Правда, Итан про это не знает, что Ми это жива. Так, по-моему, я ни разу не промаху пока что. Ну, вот сейчас, может быть. Блин, а вот это было больно. А птичек здесь у нас как бы не предвидится, по-моему. Так, чем ты собираешься мне атаковать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это было больно вообще-то. Аптичка. Аптичка. Какого-то паука превратилась. Ты что творишь-то? Так, последняя перезарядка. И переходим на другое оружие. Вот это было хорошо. Прямо по голове. Так, заменяем револьверчик. Он отслужил. Ну что, не зря купили, да? И берем, берем, берем кое-что посерьезнее. Красивая музыка финальная. Но, похоже, все это на Dark Souls вновь. Как и в тот момент, когда мы сражались с Димитреско. И это, конечно, очень идет от игры. Но вот это очень красивая битва. И сюжетно все очень хорошо. В общем, под конец все-таки не разочаровала меня игра. Хотя, когда с Ситоном стало худым, я подумал, что что-то не туда пошел сюжет. Но все-таки, нет, нормально. Нормально заканчиваем. Так, 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 так. Встречай. Ну, красивое оружие это хорошо, но мы вернемся к старому доброму водобуху. Так, немножко отойдем от нее все-таки. Себя поджаривать не хочется. Или давай снайперки начнем ее подмачивать немножко. Блин, а где моя слоу-моа? Без слова мне непривычно сражаться. Ладно, давай, давай. Вот так вот. Очень похоже, что я один из вас, но что-то немножко другое. Все-таки не совсем то же самое, что и вы. Да твою предысторию мы уже поняли. Давай тут не придумывай. Все, что это сделает, это трогать тебя в нюансы. Ой, красивая какая битва, вы посмотрите, а? И почти не тормозит. Это мне больше всего нравится. Так, мне кто-то скинул патроны, где они? Я не могу стоять смирно. Ты же меня убьешь, что-то. Хотя я вроде как бессмертный, но... Блин, больно все равно. Все равно больно. Несмотря на то, что мы вроде как бессмертные. Так. Снайперка? Теперь только снайперки. Надеюсь, патронов хватит. Если что, будут подкидывать мне патроны. Я так понимаю, что так все будет развиваться, если у меня патроны закончатся, если битва затянется. Я прицел не вижу, здесь слишком много черного цвета. Вот это единственный минус, пожалуй, в этой битве. Визуальный. Так, попал, попал. О, а вот это было хорошо, по-моему, кому-то больно. Ты теряешь свою силу, Миранда. У меня на глазах. А что, все стало черно-белым? Так, это мне не нравится вообще-то. Верните свет, пожалуйста. А она сейчас начнет свои, знаете, иллюзии создавать. Да, мы, собственно, этой формы-то ее как раз не видели. Практически. Я должен буду с ней сражаться в темноте? Это не очень удобно, если честно. У тебя фонарика не осталось, что ли? Блин, а как я? Что делать? Так, давай переходим на пистолет, потому что снайперки... Вести стрельбу в таком режиме не очень разумно. Как-то ее надо подманивать, что ли? Блокировочка. Неполная, но... Чуть-чуть заблокировали, по-моему, отчасти. Почему-то в темноте, когда все электричество вырубили. Наоборот, стал тормозить больше. Это логика этой неоптимизированной хрени совершенно необъяснима. Так, она включила свет, ладно. Окей, окей. ФПС, впрочем, не вернулся. Так, по-моему, этого дерева здесь не было. Но мне только пользовать него. О, я могу с ним за ним укрываться. Я, ну, по-моему... Мне помогает. Ну, пафосные речи ее, на самом деле, не сильно отличаются от ее детворы. В этом плане она не сильно, конечно, круче. Предыдущих боссов. Так, у меня на пистолет заканчивается патрон. Не совсем, но почти. Почему ты не делаешь? Я уверен, что ты не нужна. Так, так, так. Так, то же самое с тобой. Ой, ты тоже не похожа на совершенно здоровую тетку. Она это не поймет. Перестань ей объяснять. Она совершенно безумная. В туалет она тут обезумела, ты ей пытаешься что-то внушить. Не совсем все запущено. Так, а вот это сейчас со мной запущено и лечимся. Покрафтится, надеюсь, получится лекарство. Где она, где она, где она там? Так, блокируем. Красиво ли? Да, и так красиво. И музыка красивая. Ну, слушайте, ну, роскошнейшая битва, конечно. О, патроны. Откуда патроны берутся? Вот это больно. Уворачиваемся. Просто бежим. Ой, откуда? Блин. Но она внезапно атакует слишком. Так, патроны кончились. Переходим на... Рыбовик, пожалуй. Блин, только... Мне с ртичками плохо. Вот что меня тревожит сейчас. Нужно поближе к ней подбираться. Так, сколько тебе еще нужно, кстати? Пора уже тебе все сдаваться, потому что... Боезапас заканчивается. Не ножом же я тебя буду мочить. Вайлен, это больно. Ой. Подбил у нас. Так, мы на грани. Мы на грани смерти и жизни. И пока крафтинг не предвидится вообще ни из чего, потому что я тут не вижу никаких предметов. Да, патроны берутся откуда-то, а остального нету. Она даже сама ее розы называет. Так, второе затемнение. Надеюсь, последнее, потому что больше я не выдержу. Здесь дробовик. Пускаем. Я не беру мою дочь. Хорош. Давай. Не переставая. Мочим, мочим. Пока стоит. Это еще не конец. Еще есть, еще есть патроны, к счастью. Но уже поджимает, поджимает тревожненько. Держимся пока что. Ух ты, прячемся. Прячемся с совместными мицеллийными деревьями. За корнями. Так, ну заканчиваю фаер-шоу. Это оно совершенно неэффективно, как ты можешь заметить. Четверо новых детей. Блин, атичка. Патроны. Ну, патроны мне сейчас аптечка нужнее. Блин, я уворачиваюсь. Мне плохо. Как я должен выжить? Охренеть. Здоровье чуть-чуть он сам регенерируется, даже уже без аптечек. Не полностью, конечно, но хотя бы. Хотя бы так. Так, красивые пируэты, балет, это очень здорово. Черный лебедь немножко тут. Но-но-но-но-но. Грубая сила всегда эффективней. И она сейчас у меня. Я так не понял, куда они розу положили. Надеюсь, она безопасно. А, она где-то здесь лежит, нет? Нет, вроде бы, если бы она здесь лежала, то было бы странно. Роза точно безопасности. Невыгодно. Миранди было бы, чтобы с ней что-то случилось. Так, немножко побегаем сейчас, потому что пускай здоровье восстановится. И продолжим битву. Блин, это плохо. Там сейчас будет очень плохо. Бегаем, бегаем. Мне конец. Блин, я неужели сейчас проиграл эту битву? Все-таки нас впервые, по-моему, босс замочил. Лавка герцога? Можно зайти в лавку герцога? Но это не вариант. Только не говорите, что с самого начала сейчас начнется это сражение. Оно очень длинное. Если так, то это будет очень плохо. Ох ты ж, е-мое, какое дерьмо. Ну, наверное, я должен был к этому быть морально готов. Окей, ладно. Так. Так. С аптечками нужно что-то делать. Может быть, у герцога можно было закупиться? Я даже не знаю. У него были аптечки? Пропускаем. Пошли сразу драться. Ну, мы неплохо шли, но этого не хватало. Стараемся меньше промахиваться просто и меньше подставляться. Аптечек должно двух наших хватить на время побольше. В общем, аккуратнее просто стараемся действовать, то есть не подставляться, и все. По идее, дальше можно будет по плану нашему действию. Потому что, по-моему, в плане атаки мы делали все правильно. Вот защиты были не очень эффективны. Так, вот это больно. Да, вот это больно. Стараемся экономить, экономить реагенты. Сейчас все ее нравы учения выдерживать заново. Это будет не очень приятно. О, это нам. Это крышка. Блин, от этой атаки я не знаю, как уворачиваться. Она попадает прямо куда надо. Точно? Точно. Так, убегаем, убегаем. Все атаки мы ее должны заучить, к этому моменту были уже. После каждой атаки атакуют. Я даже примерно помню ее диалоги, и я смогу понять, на каком месте мы в прошлый раз остановились. Так, увернулись. Еще один. Последний. Так, это убегаем, убегаем, убегаем подальше. Последний патрон остался. Убегаем, 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 убегаем. Сейчас не подставится бы. О, это близко было к стрельбе из огня. Так, берем, берем, берем дальше вот что. Огненные шары хотел запустить. Я, по-моему, их просто обломил. Так. Сейчас главное не... Не потратить просто так в пустую гранатометчик. Это самое все-таки ценное оружие у нас. Так, вот в этой форме я не готов ее спрятать, а вот в этой нормально. Хорош. Я, по-моему, первое затемнение прошел таким образом очень быстро. О, вот это... От этого сложно тоже уворачиваться мне, по крайней мере. О, деревья, деревья. Это то, что мне нужно. Так, давай там поднимайся. Запускай фаер-шоу. Все, пошли пресс. Прячемся, прячемся, Итан. Окей, окей. Пока идем нормально. К этому моменту я в прошлый раз, по-моему, уже одну птичку использовал. Так, вроде бы она не смогла вернуться. Берем дальше... Так, снайперку, наверное. Давай снайперку. Блин. Много двигается она. Промах. Это был явно промах. По-моему, второй промах, блин, отстольно пошел. Где она, где она, где она, где она? Слушай, три промаха, это ужасно. Вот сейчас наконец-то попал. Еще одну. Давай, давай, в голову, в голову. Даже без прицела можно. Да, только бы еще попадать. Так, пока не тратим, не тратим ничего. Блин, она обернулась. Очень плохая форма. Все, тихо-тихо-тихо, уходим, уходим, уходим. Патроны на дробовик. Уходим, уходим. Дробовик возьму, когда начнется затемнение. Он там куда будет эффективнее, снайперки. Хорошо попадаем. Ну, слоу-мо, тем более, теперь уже помогает. Так, сейчас рывок совершим. Это проходили мы уже. Приемы, знаем мы ее. И должны сейчас точно выиграть эту битву. Иначе никак. Ах, ладно, это было больно. Лечимся. Тут уже бесполезно. Сейчас умереть было бы не вариант. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Попал, 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 попал. Уворачиваться. Надо будет. Вот это атака мне не совсем понятно. Огненные шары на запускает. Понял, понял, ладно. Тихо. Рывок под лед. Тихо-тихо-тихо-тихо. Крутоверть какая-то. Вовремя взял дробовик. Все, начинаем мочить. Долго здесь не задерживаемся в этом режиме. Ты не дружина из настоящего любви. Рывок. Пошли. Пошли. Быстро разобрались. По-моему, где-то в этом моменте мы в прошлый раз и сдохли. Главное, слишком близко к ней не подбираться даже с дробовиком в руках. Надо брать снайперку. Надо брать снайперку. Где там он? Так, огненные шары. Здесь немножко передышка. Отдыхаем и ждем. Водро идем. Одна аптечка еще есть, если что. Так, не вылазим раньше времени. Не тупим. Хорошая финальная битва. Ой, хорошая. Ой, это-то плохо. Так, по-моему, нормально, не задело. О, ей уже больно, по-моему. Так, рывок, 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 рывок. Уворачиваемся, уворачиваемся. Ага, ну что. Что-то, кажется, в ней уже начинает разваливаться. О, да. Даже если это только половина битвы, я надеюсь, будет сохранение. Просто она пока не выглядит... Мертвая уж совсем. Умирающая. Да, это только одна остальная битва была. Продолжаем, продолжаем стрелять. Нормально. Вот сейчас она уже, по-моему, все, крошится. И все они смеются напоследок. Это вам не поможет. Давай дырабовиком даже. Еще с тобой. Церемониться. Так, так, не убивай меня, ты что? Еще один. Еще один. Ну. Наконец-то. Этому хватит? Похоже на это. Все, и крышка. И свою бессмертность она точно потеряла после того, что случилось с воскрешением Розы. Печальный финал. Сто летней девы. Красота. Даже с тормозами. Надо признать, красота. Так. Ну, кажется, в плане экшена это все. Это финал. Но. Но. Дела еще не разрешены. Что там делать с Мегамицелием? Подорвем мы его или как? И что с нами? С самим Итаном? И что будет с Розой? Итан разваливается. Ох, нет. Итан вместе с Мегамицелием разваливается. Кажется, Итан направляется в последний путь. Конец сказки. Что ж, теперь точно Итану конец. Он остался там и, собственно, нажал на кнопку, подорвав все. Ох, это дальнее будущее. Роза, да? Ты думаешь, что маленький парень будет поднимать Мегамицелием? Никто не может поднимать Мегамицелием. Он слишком далеко. Что, если у него есть ровный корабль? Окей, тогда он может поднимать его, но это будет очень, очень... Это же Мия с Розой там. А это кто? Кстати, БСА, кто бы они ни были, направлены в деревню в итоге. Не солдат, а мутантов. Биооружие, короче. На могилу Итана пришли. Это была не Мия там, да? Окей, мне что-то показалось, что это была Мия. Вот, все-таки Роза одна. С сказкой, которую явно... Подожди, эта сказка же была, скорее всего, сказка Миранды. Эй, дядь. Это же Миранда читала сказку ей. Счастливый днём. Ну ладно, не будем уж к этому придираться. С днём рождения. Прийти на Магиру. Извините, что я не потерялся в неделю. У меня много тестов, которые появляются. Ты знаешь, как это. Но, по крайней мере, он умер не так бесславно, как сначала показалось. В итоге он ушел настоящим героем. Другие звонки. Ну и, в общем, за ней, конечно же, полная слежка, если даже... Это в лучшем случае. Скорее всего, она, по большей части, находится под полным присмотром Криса и его команды. А это кто? Ах ты, собака! Ой-ой-ой, как много мы здесь пропустили через вот этот временной скачок сюжета. Мия, кстати, жива. Всё. Они улетели вместе с Крисом на вертолёте. А что ты издеваешься над подростком? Мудак такой. Ты не любишь его, ты знаешь? Я знаю. Ты кто такой? Или, может быть, он про Криса говорит? Она всё в Крисе, она явно с Крисом много времени проводила. Уж, надеюсь, Мия не завела Криса как любовника после этого. Немножко дико. Там какой-то человек идёт вдалеке. Только не говорите, что это конец, прям финальная сцена. Очень много вопросов останется. Ну, возможно, так и надо. Кто там? Машина остановилась, по-моему. Ну ладно, может быть, это... Может быть, это, конечно, какой-то намёк? История отца завершилась. Блин, печально-то как. Но история от дочери нет. История жены тоже, по-моему, не завершилась. Мне нужно нажать? Мне нужно нажать, похоже на что-то. А, всё! История отца завершилась. Вот и сказочки конец. Приехали. Охренеть. Ну, Итан ушёл героем, подорвав, собственно, весь этот Мегамицелли. Ну, конечно, на этом Мегамицелли печаль не заканчивается. Роза является над ней. Наверняка там проводится каким-то образом частичные эксперименты. Крис явно старается её обезопасить, наверняка, но в полной мере это не получается. Плюс это БСА с своими мутантами, с другим вирусом. Всё, в общем, в мире нерадужно, очевидно. Но, по крайней мере, Роза действительно выжила. И из неё, вроде бы, получилась нормальная девочка. Конечно, со сверхспособностями и своими проблемами. Но мы её смогли спасти, на самом деле. Я надеюсь, что с МИИ тоже всё в порядке будет. Или было даже как-то сложно оценивать. Если следующая игра будет в серии, то на каком моменте это будет происходить. Было бы круто играть за Розу. Было бы очень круто с её способностями. Это было бы классно. Наверное, это то, что я бы даже больше всего хотел. За Криса, но это было бы, наверное, банально. Но больше хотелось бы за Розу именно. История отца завершилась. Это явно не случайно намёк такой нам даётся. Может быть, кстати, после этого экрана ещё что-то будет? Я не уверен. Ну, я имею в виду что-то кроме титров. Если будет, то я вставлю это видео. Если не будет, то окей, закончим на этом экране. В общем, 17 часов почти понадобилось. Игра вообще не короткая. Где-то на форумах второй претензии к игре после оптимизации. Проблем с производительностью было то, что она короткая. Кто-то говорил, что её за 8 часов можно пробежать. Да легко могу в это поверить. Но, по-моему, это при каком-то таком скоростном, ближе к прохождению на скорость, будет, наверное, такой темп за 8 часов. При моём темпе получилось здесь почти 17 часов. И это нормально. Очень хороший показатель. Вполне себе. Не слишком много. Если бы часов 30 было бы, то это был бы явно перебор. Но и не слишком мало. То есть, для такой крупной, всё-таки, трипло-игры, меньше 10 часов, наверное, можно было бы назвать претензией, если бы её длина была. Но тут 16 полноценных, 17 почти часов. И это здорово. И очень хороший ганплей, то есть, экшен хороший именно в этой части. Восьмой можно отметить. Хоррорный эпизод только один, но роскошнейший всё-таки. С Бенивента вышел. Ну и по мелочи там тоже, конечно, было. Жуткая атмосфера присутствовала почти всегда. Хотя, конечно, нельзя назвать эту часть шагом вперёд именно в плане хоррора. Здесь она седьмой, наверное, даже всё-таки в итоге, да, уступает. Но в плане экшена, в плане сюжета, постановки, во всём этом она выросла. Это такая действительно эпичная серия, которая по многих сторонах неожиданно раскрывается. Как трансформеры какие-то, как комедия. Очень много смешного здесь было. Ну и как драма, конечно, тоже. И сюжет под конец, конечно, просто набрал невероятные обороты. И по большей части все повороты классно выглядели. Хотя, наверное, вот этот банальный финал для Итана. Но он, мне кажется, в любом случае был не жилец. Потому что он уже разваливался после того, как победил Миранду. Потому что он был связан с этим Мегамицелем. Действительно, всё, видимо, так и было. Он погиб. Почти, что можно сказать, погиб. Ещё в начале седьмой части. И после этого был каким-то образом оживлён. Отчасти Эвелин или ещё кем. А теперь Эвелин у нас Роза. Её наследница. Но всё-таки это Роза, не Эвелин. И она правильно говорит, что не называй меня Эвелин. Ах ты мудак такой. Ну, все в курсе, похоже, да? Кто там её держит под контролем. Слушайте, ну, конечно, да. Здесь требуется обязательно продолжение. Нет чувства полной законченности истории этой семьи. Мия. Даже не Крис. Оставим Криса в стороне. Он всегда как бы будет. Мия и Роза. Их история обязана продолжиться. Но на этом заканчивается действительно история Итана, выраженная в двух частях серии. И это финал деревни. Мы закончили прохождение игры. Что ж. В следующий раз будем играть другие игры. Возможно, будут прохождения. Хотя они у меня нечастые. Или будут другие видео, естественно. Новинки. Сейчас будет, скорее всего, небольшой перерыв. Жара. Где-то во второй половине июля вновь наберём обороты. То есть будет больше видео. Сейчас, возможно, будет по одному-два видео в неделю. И не больше. Может быть, вообще в какую-нибудь неделю обойдёмся без них. Такой небольшой летний перерывчик будет. Так или иначе, да. Уже во второй половине июля. Весь август. И, конечно же, осень. Будет вал новинок. Мимо которых проходить никак не получится. Обязательно мы их будем смотреть в первом взгляде. И, возможно, будут какие-то прохождения тоже. Окей. Что ж. Действительно заканчиваем. Если будет сцена после титров, я её вставлю обязательно так же. Посмотрим её. Но если нет, то... Что ж. На этом сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok